Дональда Трампа приняли в партии Дональда Трампа приняли в партии Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента 7. Газета «Коммерсант» номер 216 от 25 ноября 2019 года, СТР 6. На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена Сразу после их завершения глава государства и его союзники перешли в массированное информационное контрнаступление Твердый знак наблюдал за сводками с идеологических фронтов Далее выговорится Ну, Адам Шив больной щенок Первый залп нового идеологического наступления произвел сам президент охарактеризовав так конгрессмена-демократа одного из руководителей процедуры импичмента Этой яркой характеристикой он поделился вечером в пятницу 22 ноября с журналистами Фокс во время почти часовой беседы по телефону В ходе разговора, который, по словам одного из ведущих стал для президента способом снять стресс Глава государства лишний раз подтвердил, что не требовало украинского президента Владимира Зеленского помощи в борьбе со своим конкурентом Джо Байденом обвинил демократов в попытке свергнуть его и назвал их лидером Нанси Пелоси Бешиной, как постельный клоп Кроме того, он наметил партийную тактику по импичменту Когда импичмент будет объявлено в этом мало кто сомневается Потому что этим вопросом ведает Палата представителей Большинство в которой занимают демократы Вопрос об определении вины президента перейдет в ведение Сената Где большинство у республиканцев Союзников Дональда Трампа Твердый знак собрал самые примечательные заявления Дональда Трампа в интервью Fox News Несмотря на то, что глава республиканского большинства в Сенате Митч Макканнелл неоднократно предсказывал оправдание Дональда Трампа в Верхней Палате Конгресса Глава государства не стал жалеть времени на то, чтобы укрепить отношения с однопартийцами За три осенних месяца он пообедал с 40 сенаторами-республиканцами А в минувший четверг, 21 ноября, пригласил на ланч сенаторов Митта Ромни, штат Юта, и Сюзан Калленс, штат Мэн, входящих в число самых громких критиков президента внутри партии Второй залп прозвучал с капиталистского холма Сенатор-республиканец Линси Грэм обратился к госсекретарю Майку Помпеа и запросил все документы о пребывании Джо Байдена на Украине Распечатки его переговоров с украинским экс-президентом Петром Порошенко и материалы о встрече Дивона Арчера, бизнес-партнера Хантеро Байдена, с бывшим госсекретарем Джоном Керри Все это сенатору понадобилось, чтобы помочь ответить на подозрения, согласно которым вице-президент Байден сыграл роль в увольнению украинского генпрокурора Шокина с целью прекратить расследование против компании, где работал его сын Господин Байден в ответ предупредил Линси Грэма, что тот собирается начать нечто, о чем будет жалеть всю свою жизнь После этого был дан и третий залп, к делу подключился Рудольф Джулиани, личный адвокат Дональда Трампа и человек, которого несколько участников недавних публичных слушаний назвали главным действующим лицом неофициального канала дипломатии с Украиной А вот и угроза в адрес сенатора, Линси Грэма, твердый знак Похоже на то, с чем я сталкивался в своих делах против мафии Эти люди и правда говорят как преступники, написал он в Твиттер, намекая на свою роль в борьбе с мафией в бытность прокурором, а затем и мэром Нью-Йорка На слушаниях в Конгрессе США выступили четыре свидетеля по украинскому делу Затем он опубликовал содержание своего письма господину Грэму, где рассказывал, у него есть три свидетеля, имеющих прямые доказательства сотрудничества демократов и украинцев с целью не допустить избрания президентом Дональда Трампа У них есть устные документальные свидетельства, а также записи, доказывающие участие семьи Байдин во взяточничестве, отмывании денег, вымогательстве и других возможных преступлениях, написал господин Джулиани По его словам, эти свидетели не скрывают своих имен, но посольство США на Украине отказывает им в визах, потому он просит помощи у Ленси Грэма У мафии не получилось меня убить, так что нет, болотной прессы я не боюсь, написал затем Рудольф Джулиани, пообещав, что в ближайшем будущем представят материалы об огромной коррупционной схеме, который должен разгромить демократическую партию Денежный штурм Защищая президента от импичмента, его соратники используют не только слова, но и деньги Союзные республиканцам структуры уже потратили почти 8 миллионов долларов на политическую рекламу в спорных округах тех, где конгрессмены-демократы не могут рассчитывать на гарантированное переизбрание на следующих выборах При этом сторонники Дональда Трампа обещали, что в день объявления об импичменте потратят еще 10 миллионов долларов Большая часть рекламных сообщений касается именно критики процедуры импичмента Она характеризуется как неконституционный способ свергнуть законно избранного президента Республиканцы надеются, что именно вопрос импичмента поможет им вернуть себе большинство в Палате представителей на выборах в 2020 году Демократы тоже тратят деньги, но их суммы меньше идут на другие цели В целом они потратили чуть менее 3 миллиона долларов В основном их ролики подчеркивают преимущества уже избранных в Конгресс демократов, но не касаются темы импичмента Демократы-социалисты действительно получили большинство в Палате представителей Но, по сути, сразу отказались от него в тот самый день, когда начали эту процедуру импичмента, заявил конгрессмен-республиканец Том Эмер Как сообщает ресурс Politico со ссылкой на стратегов республиканской партии Вопрос импичмента помог им более активно привлекать деньги и рекрутировать новых сторонников Эти слова подтверждает и социология По данным Галеб, уровень поддержки Дональда Трампа среди республиканцев вновь вырос и достиг впечатляющих 90% Алексей Наумов